Марина, приходи к нам сюда. Марина, дорога. Я ни про кого ничего не рассказываю, потому что все так замечательно рассказывают сами. Все как-то справляются сами со всеми. Добрый день. Ой, как-то так не сговариваясь совершенно, получается, что я буду инструментарно докапывать то, о чем говорил Роман. То есть я еще умельчу и про это же буду. Мы не сговаривались честно. Как-то так само собой произошло. Меня зовут Марина, фамилия Дороган. Я довольно долго работала на радио и телевидении. Я финалист единственной профессиональной премии в стране, которая называется «Радиомания» в самой престижной номинации «Утреннее шоу». Как вы понимаете, утреннее шоу – это вставать в 5 утра. Потом я как-то быстро, ну как быстро, через 10 лет я устала вставать в 5 утра и создала свою компанию, которая называется «Московская школа радио и телевидения». Я ее основатель и владелец. Больше не генеральный директор. Устала за 5 лет. Порядка 10 лет я занимаюсь тем, что делаю тренинги и консультирую людей. У меня есть таких условных три направления. Я быстро сейчас все это скажу, потому что невыносимо скучно. Выходят люди, все время рассказывают, а я вот «по-по-по». Ну вот, тренинги я делаю в Израиле и в России. Это как корпоративный формат, как правило. В 99% случаев я работаю с банками, с ВТБ, с Альфа-банком, частично с Асбером. Кое-что делаю для компании Майкрософт, компании Крок, Ланит. То есть у меня есть такое банковское направление, такое IT-направление и здесь, и в Израиле. Ну и работаю с нефтью. Я преподаю как здесь, в Мирбис, так и в Московском институте нефтегазового бизнеса, тоже в рамках MBA. Обучаю, как правило, руководителей, топов и собственников очень разных компаний. Вот, я сегодня о чем? Я о людях, которые традиционно все портят. Ну, так всегда получается, вы создали проект в изменении, он прекрасен, вы прижали его к сердцу, пришли к ним ко всем, а там они. Помните, по-моему, Генри Форд, да, по-моему, это он, он говорил о том, что я с удовольствием куплю рабочие руки, я хочу их купить, но, к сожалению, мне приходится покупать всего рабочего с его болезнями, пьянством, любовницей, женой. Черт возьми, как со всем этим жить? Проблема заключается в том, что у нас есть мозги. Сейчас звучит странно, правда? Дело в том, что наши мозги, мы хотим взаимодействовать из мозга в мозг, из головы в голову, на логическом уровне мы приходим к нашим людям, говорим, ребята, у нас проект изменений, надо, чтобы красная красивая машина с музыкой летела к Марсу. А мозг, который есть у нас с вами, по факту это мозг романьонца. Если вы полюбопытствуете и зададите в любом поисковике запрос, чем и как изменился мозг с того времени у человека, вы найдете ответ «никак». То есть в глобальном смысле, как-то вот, не знаю, структурно и концептуально, он не поменялся, он такой же. Поэтому все люди ненавидят изменения. И это абсолютно здорово. Почему? Мозг говорит, ребята, что такое изменение? Это что-то новое. Что-то новое это какое? Неизвестное. А неизвестное это какое? Небезопасное. Уберите это все от меня, скорее отодвиньте и оставьте меня в покое. Кроме всего прочего, эта древняя штуковина, она жутко энергозатратная. То есть это самый дорогой орган в нашем нежном теле. Порядка 2% он составляет вот от общего вот этого всего. И потребляет порядка 20% энергии всего, что мы напиваем, наедаем и надышиваем за день. Это чудовищно. Поэтому он постоянно чем занят? Он экономит. Как он экономит? Он вешает на все бирки. Вот желтое, синее, не надо, надо, вкусно, плохо, красиво, дрянь какая, уберите. Вот как-то так он живет. Что происходит в результате этой экономии? Он бесконечно легко обманывается. Если вы читали Канемана, думаю, медленно решай быстро, там порядка 140 когнитивных ошибок, когнитивных искажений. Он все время ошибается. Что еще, какая с ним проблема? Мы все хотим быстрых результатов. Чтобы было быстро, классно, понятно. И еще быстрее, пожалуйста, и еще понятнее. Вот со всеми этими людьми приходится жить и как-то с ними договариваться. И это мы сами. Вот это самое омерзительное. Почему я с вами про это говорю? Когда-нибудь, безусловно, как сейчас клянутся все вот эти визионеры, курцевые вы в том числе, нас с вами, конечно, заменят прекрасные, понятные, очень адекватные роботы. Ну, наверное, это случится. Более того, и всем станет легче. Правда? Вы приходите, говорите, значит так, вводите правильные программы, и там счастье. Вы знаете, да, что это? Махните руками люди, которые знают, что это. Да, вы понимаете, это Dolce & Gabbana, показ, 4 недели назад. Моделей заменили дронами, дроны показывают сумочки, все классно. Ужас в чем? Даже самых милых, красивых, нежных из нас могут заменить эти летающие штуковины. Но пока ничего такого не происходит. Наши с вами изменения зависят от других людей и от нас тоже. Что делать? Вот мы когда приносим им вкусное, и оно нам нравится, и мы уже готовы, нам очень чего хочется, чтобы они смотрели вот так, потребляли и делали, что мы там от них хотим. Скажите, пожалуйста, чего вы хотите от людей, к которым вы приходите с предложениями об изменениях? Чтобы что? Чтобы они оплатировали, говорили, да, смотрели вот так, да? Еще чего вы хотите? Чтобы все выполняли, чтобы поддерживали. Что еще вы хотите? Чтобы они как-то сами изменились, эти люди, и оставили меня в покое с моими прекрасными идеями. В чем ужас? Поведение – это никогда не причина. Поведение – это всегда следствие. Чего мы все от них хотим? Мы хотим изменений на поведенческом уровне, а это непродуктивно. Роман до этого очень наглядно показал. Поведение поведением не корректируется. Под затыльник папа вышел, он что? Продолжает стричь коту уши. Ужас. И только по крикам кота мы понимаем, что надо всех спасать. И это печаль. Это проблема. Есть причины такого поведения, как сопротивление всему прекрасному, с чем мы к ним пришли. Ну что, 10 причин, почему люди сопротивляются нашим с вами изменениям и такие очень поверхностные предложения, что с этим сделать. Почему поверхностные? Ну потому что полчаса – очень короткий формат. Эту концепцию предложили Дэвид Клиттон и Дэвид Шарман в своей работе, которая называется «Influential Skills». Я всегда очень аккуратно фамилии эти произношу. Значит так, ну что, проблема номер один. Причина, почему они так сопротивляются, она вот такая. Вторая. Третья. Слушайте, вы можете это как-то зафиксировать? Это самая главная причина, почему люди нам так активно сопротивляются. И это большая, большая печаль. И я сейчас очень коротко попробую рассказать, что с этим можно поделать. Ну, во-первых, элементарный прикладной инструмент. Прямо сейчас вспомните человека, под началом которого вы работали, и вы были готовы вот в огонь, в воду, вот прям доверяли. Вспомнили? У них тоже такие тревожные лица, сразу там идет обматывание. Вспомнили? Теперь быстро запишите, что он или она такого делали, что вы им так доверяли. Как так они себя вели? Хотя бы три каких-то параметра. Самое первое, что вы можете вспомнить. Вот что этот человек такого делал? Вы понимаете, да, я к чему клоню? К доверию клоню. А зачем вы это сейчас делаете? Спасибо, это очень приятно. В общем, выписали три, идите и завтра делайте так же. Коллеги, вообще-то все банально. Человечество не изобрело еще ничего сверхнового, ну, разве что дроны с сумочками, дольче и габан. Делайте так же. Если это работало с вами, есть вероятность, что это сработает с людьми, которые вокруг. Есть несколько способов, как можно еще заслужить это доверие. С доверием вообще все плохо, честно. Это такая шуковина, которая жутко, долго, сложно заслуживается, правда? А разрушаться умеет просто по щелчку пальцев в одно мгновение. Я буду рассказывать несколько душераздирающих историй. Но первое, что можно делать с доверием, как его заслуживать? Надо помнить о зеркальных нейронах. Помашите, люди, которые понимают, что такое зеркальные нейроны. Ой, не то чтобы вас много. Тогда быстро расскажу. В Пармском университете, как вы понимаете, это в Италии, был такой ученый Бернардо Рицолотти. Вот Рицолотти это точно, а Бернардо не точно. Он занимался исследованием каких-то очень скучных нейронов. В общем, что-то они там фиксировали. Обезьяна что-то поднимала, горела лампочка, все спали. В какой-то момент ассистент взял и уронил вот этот какой-то шарик. И обезьяна наклонилась, у обезьяны лампочка. Они говорят, ой, что это было? Она ничего не делала, а сама вона. Вона чего? Так открыли зеркальные нейроны. Что это за штуковина такая? До конца непонятен весь спектр, за который отвечают эти штуки в нашей голове. При этом совершенно точно установлено, что это вещь, влияющая на эмпатию. И у людей с аутичным спектром заболеваний, в общем, есть проблемы с этими нейронами. Что это такое? Когда при нас кто-нибудь режет палец вот так, чах, мы что? Это они. Это зеркальные нейроны. Значит, они у нас есть, поэтому мы обучаемся, поэтому мы можем сострадать, поэтому мы чувствуем других людей. Какое отношение Марина это все имеет к доверию? Думают люди, вот слева я прям чувствую это. Значит, самое непосредственное. Если вы читали Голлмана, он рассказывает, что состояние, вот эта самая атмосфера в компании транслируется сверху вниз. Если вы ходите с тревожным лицом, напряженные, напуганные и очень-очень суровые, говорите, у нас проект изменений. Они всегда делают так, как вы. Не ждите от людей, что вы будете со сфинктером, которым можно, извините, раскалывать орехи, напряженные, испуганные, встревоженные, а вокруг все будут порхать и говорить, да, как много в нас энтузиазма. Давайте же зажжем, давайте победим всех этих чертовых конкурентов. Все будет ровно так же. Начните следить за собой. Следите, что вы там транслируете, как вы выглядите. Спросите кого-нибудь близкого, что с моим лицом вообще. Может быть, узнаете что-то новое. Второе. Люди должны точно знать, что вы за них. Я сейчас приведу, расскажу историю с таким, неоднозначная история, но на цель свою она сработала. Значит, один из моих клиентов работал в очень большой, гигантской просто всем известной компании, в которой люди были условно поделены на две очень неравных категории. По условиям найма. Часть из них была такие, знаете, белые колонизаторы в шляпах, а вторая были такие симпатичные негры, которые работали на плантациях. И вот эти люди условно второго сорта составляли 80% сотрудников у моего клиента. Ну ладно, им и так тяжело, ему очень сложно проводить изменения, но они как-то ему доверяют худо-бедно. Но происходит ужасное. Большая красивая компания присылает совершенно чумовые гаджеты и выдает их кому? Правильно, первой категории белых граждан в бананках. Что чувствует в себе команда? Ужас. Ну все плохо. Что делает руководитель? Как вы думаете, что он сделал? Я предвозвещаю ответ, скажу, что он 7 лет не работает руководителем там, люди поддерживают с ним отношения, сотрудничают в его проектах и говорят «босс, привет». Тоже перестал пользоваться. А еще какие идеи есть? Что раздал? Что раздал? За правду он раздал. Не совсем. Этих 20 богатых, а бедных 80 не хватило бы духа. Он изыскал средства. Коллеги, все руководители понимают, что если руководителю надо, средства он изыщет. И что он сделал? Купил планшеты. Да, это были планшеты. Значит, положил и сказал, я не знаю, где вы это взяли, скажите всем, что вы их нашли. Нашли на пороге. Все. Они идут за ним в огонь, в воду и медные трубы. Зачем еще нужна вот эта история, что люди должны точно знать, что вы за них, когда Акела промахнется, ну не дай бог, что он с вами там, всегда будет крепкий, мускулистый Маугли с добрым лицом, который знает, что вы всегда были за него и поддерживают. Третья вещь, которую можно поделать, пожалуйста, исповедуйте то, что вы сами проповедуете. Это о чем? Вторая душераздирающая история. Прямо сейчас я наблюдаю историю, как очень известная в стране компания теряет прекрасного руководителя. Человек уходит. Почему? Потому что в компании декларируются следующие вещи. У нас аджайл, у нас стратегические сессии, которые быстро перетекают в тимбилдинге с участием фасилитаторов. Здесь идет модерация, премодерация. И вообще у нас такая бирюза, ребята, разлилась во все стороны, что боженьки мои, все здорово. Но только три топа, в прямом подчинении которых находится этот человек, три раза за полгода поменяли правила игры. Не сообщив никаких дополнительных деталей со словами, знаешь, сейчас все нормально, давай-ка вот. Человек говорит, слушайте, я как бы не готов. Если вы сами не исповедуете то, чего вы проповедуете, я буду над вами смеяться. И уйду к людям, и доверять я вам тоже не буду, и уйду к людям, у которых нормально все с низом и верхом. Поэтому давайте, давайте, пожалуйста, с точки зрения укрепления доверия делать какие-то такие штуки. Ну вот, это про доверие, это хватит. Есть на самом деле по Клитону и Шарману, есть еще девять причин, почему люди сопротивляют. Смотрите, нехватка времени. Очень часто надо быстро, сегодня лучше, чтобы это было вообще вчера. Что с этим, я буду говорить, есть причина, и что с этим можно поделать в очень узком сегменте реальности, за который я отвечаю на курсе у Марина Михайловны. Отвечаю я за всякие вербальные коммуникации. В общем, чудесная книжка «Ника Календы», он там вводит интересный термин, который называет «порок развлечения». Что это такое? Если вот прямо сейчас вы придете и скажете «все, поменялось», люди что? Видят, чувствуют, пугаются, говорят «ой, не надо», «ой-ой-ой-ой-ой», нет-нет-нет-нет-нет. Поэтому, чтобы снизить этот порог, надо аккуратно размывать. Есть такая некрасивая история, но она отлично иллюстрирует. Вы помните про евреев в нацистской Германии? Сначала они пришли там куда-то за кем-то, потом они пришли вот еще там за кем-то, потом они пришли за соседом, а потом, когда они пришли за мной, ну, в общем, никого и не было. Это про порог размытия. Можно размывать изменения, делая их, ну, такими небольшими. Сегодня мы везде рассказываем, что курить в нашей компании, ну, как бы не очень, вот наш генеральный бросил. Потом мы вывешиваем какие-то небольшие такие штуки про то, что Черчилль курил и умер, Ленин не курил, вечно живой. Будь как Ленин, будь как Черчилль. Вашаганная адаптация. Да-да-да. Потом, значит, аккуратно раз и все курилки сворачиваем в радиусе трех километров. Глядишь, они не так оскорбятся, как если сразу все закрыть. Есть еще одна причина – это нехватка ресурсов вообще. Вот что с этим делать с точки зрения убеждения? Как с ними так поговорить? Слушайте, ну, например, например, заметьте, например – это важное слово, это же не единственное, что можно делать. Задайте правильный контекст. Мы с вами все-таки с мозгами кроманьонцев, как это ни печально, и правильно созданный контекст зачастую меняет восприятие. Так, коллеги, смотрите, есть две женщины. Сейчас маленький социологический эксперимент имени Роберта Челдини. Значит, Маша, она сильная, умная, при этом она циничная и подлая. А Таня, Таня, она подлая, циничная, при этом сильная и умная. Коллеги, помашите, пожалуйста, руками те, кто согласен работать с Татьяной. Что вообще никто не готов с Таней работать? Какие вы недобрые. Хорошо, а вот кто считает, что Маша все-таки поприличнее? Если она очень красивая. Часть, а остальные что? Что с остальными происходит? Сметь и работают. За Машу, за Машу. Нет, Маша симпатичнее. Ну, давайте согласимся, что Маша выглядит поприятнее. Всегда есть третья категория граждан, которые говорят, секундочку, что здесь происходит, это четыре одинаковых слова. Но это, правда, четыре одинаковых прилагательных. Но как меняется калинкор? Какой другой калинкор совершенно, чувствуете? Ну, так начните рассказывать о своем проекте изменений, задавая верный контекст. Не надо приходить к ним и говорить. Коллеги, будет трудно. Часть умрет по дороге. Некоторых мы уволим. Кто-то уйдет сам. Будет очень тяжело. Давайте начнем. Что? Уберите это от меня, говорят здоровые люди, и они правы. Четвертая причина. Естественный скептицизм. Ну, это нормально. Слушайте, у взрослых людей, у всех у нас есть такой опыт, что обязательно в компании, где мы работаем, приходит какой-то симпатичный или не очень человек и говорит, ребята, птичка, летим туда, там столько вкусного. Вообще это все нам очень надо. И заканчивалось это все, ну, как бы, не очень. Мы все знаем, что так бывает. У нас есть нормальный, здоровый, естественный скептицизм. Что с ним делать? Попробуйте, например, аргументировать. Это банальные совершенно вещи, но многим не помешает из нас. Не декларативно, а вот, ну, как-то попробуйте аргументировать. Есть классическая схема аргументации, которую неправильно нарисовал дизайнер. Найдите логическую ошибку, кстати, сразу. Ну, мы же с классической риторикой как-нибудь-то и знакомы, я же вас верю. Что там неправильно? Ну, конечно, сначала надо привести эмоциональный, живой, человеческий пример, а потом сделать какой-то вывод. Зачем? Мозг экономит энергию, напоминаю. И если ему на то, чтобы сделать какие-то свои сложные выводы, найти свои примеры, требуется время, не будет он этим заниматься. Ему надо много интересных социальных связей анализировать. Наступили на ногу. Почему? Надо было вот так сказать. А вы тут предлагаете думать. Думать неинтересно. Есть еще одна причина, пятая. Люди накачивались знаниями. Очень неочевидная, скажем так, история. Особенно кощунственно произносить это здесь, в Нирбисе. Что это такое? Многие люди... Слушайте, а кто из вас любит учиться? Есть такие люди? Ну, иначе вас бы здесь не было, правда? Вы бы делали какие-то страшно важные дела по средам. У вас есть важные дела, я точно знаю. А вы же любите. И я люблю. И вот иногда вы приходите со своими предложениями по изменениям к людям, у которых в голове крошево. Крошево в виде обрывочных знаний, кусков и хвостов. Весь этот винегрет очень разных представлений, концепций, идей, которые они понахватали отовсюду. Там и трюфели, и блины, и вот все это в складчину. А вы говорите, давайте так. Что мы встречаем? Конечно! Более того, они точно знают как. И вам об этом, поверьте, сразу же расскажут. Что делать? В очень прикладном, в таком очень узком формате можно попробовать двустороннюю аргументацию. Что это такое? Это тоже классический прием риторики. Не когда вы говорите, надо так. А вы говорите, смотрите, понятно, что у этой концепции есть ряд недостатков. Давайте на них посмотрим. Есть недостаток вот такой. Тут, конечно, тоже вот не то, чтобы очень. Но при этом давайте посмотрим сюда. А здесь вот эдакие плюсы, вот такие, и даже вот здесь тоже хорошо. То есть давайте две стороны и попробуйте в этом смысле. Люди, которые накачаны знаниями, мы считаем, что с нами вообще все хорошо. Поэтому давайте нам выбор. Шестая причина. Краткосрочные цели очень-очень трудные. Я так немного странновато двигаюсь, если вы не заметили. Я жертва этого, как это правильно называется, возвращения в фитнес. Я туда вернулась три дня назад. Фитнес мне мстит сейчас. Все болит. Я так прямо. Так вот, если, например, вы приходите и говорите, Марина, надо ходить в спортзал, через год будет вах. Что говорит мой мозг? Не-не-не. Ого. Не надо нам этого всего. Иди там, такой эклерк, господи боже мой. И ведь идет же, подлец. Что в этом смысле помогает? Когда меня взяли вот уже за шкирку на специальном таком ассессменте и сказали, два раза в неделю, два часа можешь? Могу. Давай. Вот два маленькие, маленькие понятные цели становятся легче. Кроме того, когда люди точно не знают, что хорошего им в том, что вы предлагаете, не будут они с вами в это играть, в эти ваши замечательные изменения. Опишите для каждого и скармливайте этот огромный кусок по маленькому-маленькому вкусному кусочку. Возможно, будет результат. Значит, коллеги, что мы видим? Это группа кис со своими родителями. Это их мама и папа. К чему здесь эта фотография? Это про скармливать по маленькому кусочку. У меня есть подозрение, что эти ребята, ну, все слышали группу кис? Если не слышали, послушайте, а лучше посмотрите, они огневые люди. Вот если бы они в таком виде сразу стали выходить к воскресным семейным обедам, как вы думаете, состоялась бы эта фотосессия? Вряд ли. Инфаркты и выгнать из дома. Я думаю, что сначала они тихо играли на гитаре в подвале, потом громко играли на гитаре в подвале, потом начесали затылок, потом подвели глаза, и вот мы имеем то, что мы имеем. Не пугайте людей сразу. Мы, правда, пугливые все. Аккуратнее, и цели могут быть превосходными. Точнее, конечный результат может быть превосходным. Седьмая причина. Люди не видят важности изменений. Ну, как-то так получилось, что вы им пока еще не объяснили, что это очень важно. Они считают... Как вы знаете? Оксана, например, да? Они считают, что, ну, Оксана, у нас человек одаренный, руководитель, новый, молодой, талантливый, развлекается. Они в курилке курят и говорят, ну что? Ну, изменения, там, знаете, развлекается человек. Сколько бы их уже пережили. Да, да. Ой, Господи, тоже симпатичная женщина, переживем и ее. И курят дальше. Что делать? Можно попробовать доказывать от противного. Ну, то есть, это тоже классический прием риторики. Можно сказать, коллеги, отлично, давайте не будем ничего менять. Давайте будем, как компания Polaroid. Все знают, где компания Polaroid? Нигде. Умерла она. Почему? Потому что у владельца гениального вот этого... Я забыла, как его зовут. У него была идея. Никаких заемных средств. Никогда. Нет, нет, нет. И что? Нет компании Polaroid. Не будет изменений, хорошо. Что будет дальше? Будет вот так. Не кажется ли вам, что хотя бы чуть-чуть можно попробовать? Восьмая причина. Я напоминаю, их всего 10. Это уже восьмая. Я чувствую, как вы хотите кофе. Мы просто так часто упоминаем о разных пирогах, конфетах, блинах и тому подобных вещах. Что скоро нужно будет пойти попить кофе. Мой маленький мозг изо всех сил пытается это вытеснить и вытесняет так. Значит, смотрите, выгоды эфемерны и не поддаются подсчетам. Что делать? Ну, тут вообще я работаю кэпом очевидность последние полчаса и сейчас не исключение. Ну, дайте вы больше цифр. Приведите какие-то факты. Что называется, дайте им фактуры и мясо. Иначе, вы знаете, мы воспарим как компания. Мы создадим уникальный ценностный кластер, стимулирующий безграничные контакты, моделирующий… Я еще минут 10 так могу. Скажите ужасно. Ну, просто омерзительно. Вот фу-фу, такими быть, как пишут в интернете. Давайте цифры, давайте факты. Люди будут счастливы. Все. Это, кстати, последнее. Люди сопротивляются вашим изменениям, потому что в процесс не включен кто-то важный. А как так бывает? Ну, давайте предполагаем. У меня просто там люди, которых я точно знаю. Например, у нас Марина Михайловна, она собственник. А вот Роман с Алексеем. Два генеральных директора, которые намутили какой-то гениальный проект изменений. А я, а я, значит, дружусь, например, с Мариной Михайловной иногда в бане, в Сандунах, и точно знаю, что она не в курсе. А я подчиняюсь этим двум прекрасным людям. Как вы думаете, каковы шансы на то, что я буду сопротивляться до последней капли крови? Да никакие. Большие. Я знаю, что она запр... Она вообще-то все это не одобрила. Этот ваш веселый между собойчик. Я говорю, что наши шансы... Ваших никаких. Да. Кто-то важный не включен в этот процесс, а вы этого не учли. Будут саботировать или в открытую, или тихо саботировать. Что делать? Ну, понятно, что надо много чего делать. Но в маленьком ракурсе вербальных коммуникаций задавайте им сократовские вопросы. Знаете, что это такое? Я очень быстро. Короче, Сократа все ненавидели. Вот все, кто с ним имел счастье беседовать, многие прям реально ненавидели. Почему? Вот из-за этой истории. К нему приходил человек и говорил, я верю, что синий цвет – это вообще отлично. Он садился и говорил, как ты считаешь, согласна ли ты с тем, что некоторым людям идет красный, например? Я говорила, да. Ну, потому что. А согласна ли ты, Марина, с тем, что синего может не всегда быть в достатке? Я говорила, да. И так где-то минут через 10 я приходила к выводу, что синий не единственно значимый цвет в моей жизни. Ужас. Люди чувствовали себя странно, не возвращаясь к нему никогда. Но при этом можно попробовать с ними так работать. Все. Последнее. Что делать менеджер трансформации? Начинать с себя. Надо дышать. Это классическая схема того, как восстановить дыхание и состояние, когда вы хотите всех убить. Потому что они же сопротивляются. И вот это, на мой взгляд, то, как выглядит настоящий менеджер трансформации. Он как Штирлиц, только в... Какой у нас... Настоящий японский разведчик. Самурай, но наш. Наш до мозга и костей. Все. Последнее. Вы не говорите им спасибо. Последнее. Почему они сопротивляются? Кто-то из коллег на днях рассказал историю. Компания. Все очень хорошо. Идеальный офис. Дивный соцпакет. Итальянская кофемашина. Птички поют счастье. Люди увольняются пачками. Просто пачками. Стали выяснять, почему. Логических обоснований нет никаких. Все хорошо. Провели тренинг с симуляцией внутри. Знаете, что обнаружили? В этой компании руководители никогда не говорят спасибо своим людям. Ребята, вы работаете, мы вам создали все условия. Работайте счастливо. Ужас. Как это лечится? Запишите последнюю вещь. Семь монеток. Кто знает про семь монеток? Никто не знает про семь монеток? Да ладно. Значит, вы как... Кто из вас руководитель? Помашите руками. Остальные не машите. Все. Остальные тоже можете это сделать, но не на подчиненных. Короче. Каждое утро кладете семь монеток в правый карман. Да знаете, вы про семь монеток. Зачем? Находите в день семь поводов сказать людям хорошее, доброе, человеческое слово. Как только сказали, монетку в левый карман переложили. Если вы в конце дня в правом кармане с монетками, плохо вы работаете над коммуникациями в системе изменений. Спасибо вам большое за терпение. Вот. Правый. Кладу в левый. Душевная, хоть и голодная аудитория. Приятного кофе-брейка. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова